Национальные чемпионы Национальная технологическая инициатива направлена на поддержку быстрорастущих рынков И очевидно, что быстрорастущие компании, они как раз ориентированы на растущие рынки Поэтому развитие рынков и внутри страны, и поддержка выхода на эти рынки за рубежом Естественным образом будет способствовать тому, чтобы российские высокотехнологичные компании Быстрее развивались и достигали параметров функциональных чемпионов В какой степени ставка на будущие рынки НТИ оправдана? Возможно, многие могут считать, что у нас много проблем в настоящем Чтобы заниматься только зарождающимися рынками Для экономики очень важен рост И, как правило, зрелые рынки, это рынки, с одной стороны, масштабные Но, с другой стороны, они характеризуются относительно невысоким темпом дальнейшего расширения И как раз если мы говорим про необходимость ускорения темпов экономического развития То это позволит сделать ориентацию на рынки с высоким потенциалом роста К которым относятся именно новые рынки, рынки национальной технологической инициативы По моему взгляду, это абсолютно оправданно Это позволяет сконцентрироваться в тех секторах экономики, где меньше, относительно меньше конкуренции Вместо того, чтобы тратить усилия на завоевание процента или даже далее процента на зрелых рынках Значительно эффективнее претендовать на лидерство новых быстрорастущих рынков Будь то беспилотный транспорт или новые технологии в области медицины Или нейротехнологии, или новые производственные технологии, или смарт-грид и так далее В какой степени государство может и должно выступать заказчиком инновационных решений? Оправдано ли мнение, что рынок сам найдет оптимальное решение, а кардинальное вмешательство государства этому решению только помешает? На мой взгляд, это абсолютно точно не противоположные задачи, а взаимовязанные Потому что повышение качества услуг в области образования, в области здравоохранения, в области коммунальных услуг Оно может базироваться только на новых технологических решениях И решая задачу повышения качества жизни граждан, повышение человеческого капитала Оно как раз реализуется за счет эффективного использования новых современных технологий IT-технологий, технологий в области новых материалов и так далее Поэтому решая задачу, которая стоит перед государством, повышение качества жизни Одновременно государство, если оно правильно решает эту задачу, будет тем самым и стимулировать производство новых перспективных товаров, новых перспективных рынков.